Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Мы снова говорим о Древней Руси. На предыдущей лекции у нас разговор шел о первых русских князях князе Олеге и князе Игоря. Сегодня поговорим о правлении княгини Ольги и о следующем русском великом киевском князе Святославе Игоревиче. Мы с вами помним, что в 945 году князь Игорь, вернувшись из похода на Византию, отправляется в Полюдье собирать дань. И там в Полюдье он погибает в племени древлян. Древляне не согласились с тем, что князь Игорь решил взять с них дань два раза. И князя Игоря при жестоке убили, отпав от киевского государства и не соглашаясь больше платить дань. В Киеве у князя Игоря осталась жена княгиня Ольга и ее малолетний сын Святослав Игоревич. Если верить повести временных лет, Святославу в этот момент всего лишь три года и естественно сам он править не может. Однако и дружина и Киевская Веча согласились признать правительницей Ольгу до того момента, пока князь Святослав не войдет в мужскую силу, то есть Ольга становится первым регентом на Руси, то есть правителем при малолетнем или больном и неспособном князе или царе. Кто такая княгиня Ольга? Вопрос сегодня сильно дискуссионный. По одной из версий Ольга была варяжского происхождения и настоящее имя это скандинавская Хельга, то есть святая. По другой версии Ольга была чисто славянского происхождения, откуда-то из-под Пскова. По третьей версии Ольга вообще была родом из Болгарии. Но так или иначе Ольга становится женой князя Игоря, а после его смерти правительницей русского государства. Когда Ольга родилась и сколько ей было лет на тот момент, когда она родила князя Святослава или стала сама править, тоже вопрос очень дискуссионный. Даты в повести временных лет носят крайне спорный характер. Если, например, посчитать согласно повести временных лет, то к моменту рождения Святослава Ольге должно было быть от 40 до 50 лет. Знаете ли, не самый тот возраст, чтобы рожать первого ребенка. Но так или иначе княгиня Ольга остается одна и главная ее задача это отомстить древлянам. По крайней мере, судя по повести временных лет, именно это в первую очередь занимает Ольгу. Женщина она, видимо, была решительная и даже, я бы сказал, жестокая. Древляне, понимая, что они, в общем-то, всерьез нагрешили перед великокняжеским киевским престолом, пытаются замазать свою вину и древлянский князь Мал отправляет к Ольге послов с предложением ей выйти за него замуж. Ну, дескать, мы тут, Ольга, твоего мужа, немножечко убили. Ну, а что теперь, теперь тебе вдовий век горевать, выходи-ка замуж за меня, будем жить и совместно править и Киевом, и древлянской землей. Ольга древлянских послов принимает с огромным подсчетом, но женское коварство в данном случае проявилось в полной мере. Древлянских послов вносят в Киев на княжеский двор не абы как, а в той самой ладье, в которой они в Киев приехали, ладью подымают на руках, несут на княжеский двор, где уже вырыта большая яма, и, согласно легенде, в эту яму Ольга отправляет ладью с послами, повелев древлянских послов засыпать землей живыми. Вот так она расправляется с первым древлянским посольством. Видимо, древлянский князь Мал очень желал все-таки жениться на Ольге, и трагическая судьба первого посольства его не остановила. Он шлет второе посольство. Второе посольство со сватами Ольга тоже принимает с большим почетом, как дорогих гостей, отправляет послов древлянских париться в баню, после чего дверь бани подпирается, окна закрываются, а сама баня вместе с послами сжигается напрочь. Далее Ольга отправляется в древлянскую землю, требуя выдать ей останки его мужа, ее мужа Игоря, по которому она, дескать, хочет справить тризну. И на эту тризну Ольга третий раз приглашает древлянских послов. Видимо, древляне это был народ, у которых национальный танец, это танец на граблях, потому что даже после убийства двух посольств, третье на тризну она не посылает, и Ольга на этой тризне устраивает кровавое побоище, повелев своим дружинникам перебить прямо на тризне, на поминальном обеде в честь князя Игоря древлянских послов. И только после этого киевская дружина начинает боевые действия против древлян. Древлянский мятеж должен быть подавлен. Вместе с дружиной, кстати, отправляется и малолетний, в тот момент ему было уже четыре года, князь Святослав. И повесть временных лет говорит о том, что именно Святослав начинает битву между киевской дружиною и войском древлян. Малолетний Святослав первым бросил копье, конечно, копье, брошенное рукой ребенка, буквально пролетело через уши коня и упало к его копытам, но воевода Свенельд, большой друг и помощник Ольги, а потом и Святослава, а до этого еще князя Игоря, Свенельд заявляет, что князь уже начал, ударим же дружина за князем. Дружина ударила, древляне разгромлены, разбиты и укрываются за стенами своей столицы города Искоростеня. Город Искоростень осуждают войска Ольги, но, видимо, взять его штурмом достаточно проблематично. Искоростень, столица древлян, был неплохо укреплен. Чтобы окончательно наказать древлян, Ольга идет на хитрость. Она снова делает невинные глазки и говорит древлянам, что готова их простить. Уж не знаю, по какой душевной простоте, после трех случаев коварной убийства послов, древляне соглашаются на переговоры с Ольгой. И Ольга говорит, что готова их простить лишь за малую дань. Требуя в качестве дань из древлян города Искоростеня, по одному голубю и по одному воробью от каждого двора в городе. Русские города того времени были городами деревянными. Не явительно, что под деревянными крышами этих самых домов, под их стрехами, вели свои гнезда воробьи и голуби. И древляне решили, что дань это легкая, по одному голубю и воробью от каждого двора были принесены Ольге. Наступил вечер, Ольга повелела привязать к каждой птичке горящий труд и выпустила их на волю. Птицы в ночи отправляются в свои собственные гнезда, неся на лапках привязанные тлеющие труды. Искоростень вспыхнул, вокруг стояли воины Ольги и тех, кто пытался из горящего города бежать, жестоко убивали. Вот так, если верить легенде, описанной в повести временных лет, четыре раза подряд Ольга отомстила древлянам. Что из этого правда, а что нет, можно только предполагать, но совершенно очевидно, что Ольге при помощи киевской дружины очень быстро удалось восстановить контроль над древлянской землей и заново принудить древлян платить Киеву дань. Что произошло с любвеобильным князем Малым, с его матримониальными планами, история у нас умалчивает. Правление Ольги, начавшееся с мести древлянам, продолжается приблизительно до 962 года, до того момента, когда в силу мужскую, взрослую вошел князь Святослав. Этот период правления Ольги с 945 по 962 отмечен несколькими важными вещами. Ольга оказалась женщиной не только мстительной, она оказалась еще очень и очень продуманной, умной правительницей. Понимая, что система по людей, введенная князем Олегом, страшно раздражает те племена, по которым ездит княжеская дружина и забирает столько дани, сколько хочет, Ольга проводит административную реформу, связанную параллельно с реформой сбора дани. Теперь система полюдья занимается повозом, то есть теперь не князь по людям ездит, теперь покоренные племена сами везут дань и сдают ее чиновникам, назначенным Ольгой. Для сбора дани были установлены специальные места, эти места назывались погосты и вот туда на погосты свозилась дань, потом там стали строить церкви на этих погостах, а потом рядом с церквями появились кладбища и в современном русском языке слово погост устаревшее слово означает кладбище. Тогда погосты это места, где находились вне Киева, постоянно чиновники назначенные Ольгой ответственные за сбор даней. И каждое племя на свой погост привозило эту самую дань, которую потом отправляли в Киев. Таким образом местное население не раздражалось от того, что по их деревням постоянно шастают вооруженные киевские дружинники и немножечко грабят. Кроме того погосты это были такие точки контроля что ли Киева над покоренными племенами. Кроме погостов Ольга вводит и систему уроков. Урок в данном случае это не 40-45 минут учебного времени в школе, урок это твердая норма взымания даней. То есть Ольга четко прописывает какое из покоренных племен, какой объем дани должно сдать, привести на этот самый погост с тем, чтобы и киевский князь, киевский престол был доволен и сами люди сильно не пострадали. Вот это вот упорядочивание налоговой системы было пожалуй главным государственным достижением правительницы княгини Ольги. Однако наша русская православная церковь считает по-другому. Она считает, что главное достижение Ольги это принесение на Русь православия. По наиболее широко распространенной версии княгиня Ольга приняла крещение в 957 году, когда отправилась с посольством в Константинополь. Я уже говорил, что у киевских правителей была добрая традиция ходить походом на Византию. Но если князья мужчины ходили на Византию с обнаженными мечами с целью пограбить на войну, то Ольга как представительница прекрасной части человечества отправилась в Константинополь с мирным посольством и во время этого мирного посольства, очарованная красотой константинопольских храмов, Ольга принимает крещение по православному византийскому обряду. Историки говорят о том, что и западноевропейская католическая церковь, которая тогда еще полностью не отделилась от восточно-православной церкви, тоже пыталась своих эмиссаров, своих проповедников засылать на Русь, в Киев к Ольге. И католические священники тоже вели свою миссионерскую деятельность на русских землях, но принимает крещение Ольга все-таки по православному обряду. С крещением Ольги тоже связана достаточно любопытная легенда, в которой княгиня предстает очень продуманной, очень хитрой, а в роли такого простачка оказывается никто иной, как сам византийский император Константин Парфирородный. Легенда рассказывает нам о том, что когда Ольга явилась в Константинополь и встретилась с византийским императором, византийский император до глубины своей мужской души был очарован красотой и умом языческой киевской правительницы, но и естественно предложил ей немедленно руку и сердце, ну или по крайней мере самого себя в качестве мужа. Ольга, не желая выходить замуж за византийского императора, заявила, что свадьба между ними невозможна, ну просто потому, что византийский император, он христианин, а она, дескать, язычница и пока она не примет превославие, никаких матримониальных планов относительно нее строить не надо. Естественно, император тут же мгновенно предложил Ольге крещение, на что Ольга сказала, что у нее крестным отцом, а бы кто быть не может. Видимо, красота Ольги настолько застила императору глаза, что думать он перестал совсем и чтобы удовлетворить тщеславие киевской правительницы, в качестве крестного отца предложил ни много ни мало самого себя, то есть императора кесаря византийского. Ольга на это дело согласилась, приняла крещение, ее крестным отцом был император, после чего, когда император снова обратился к Ольге с предложением, давай уже немедленно выходить за меня замуж, потому что спылаю страстью к тебе неимоверно, он сказал, как можно, ты ж мой крестный отец, боженька не разрешает. И тут император понял, какую ошибку он совершил. Скорее всего, это красивая легенда, только легенда, но лишний раз подчеркивает, что Ольга в этих легендах предстает не только прекрасной, но и премудрой. В крещении она получила имя Елена и когда возвращалась из Константинополя обратно на Русь, привезла с собой греческих священников, которые начали проповедовать в Киеве и в окрестных славянских землях православное византийское христианство. Правда, всю Русь Ольга не крестила, она предложила креститься своему сыну Святославу, который был отъявленным язычником. Он крещение не принял и какое-то время Русь еще оставалась языческой. Сегодня церковь княгиню Ольгу считает святой и равноапостольной и ей ставятся памятники, скажем, в том же Киеве наряду с другими известными святыми, которые связаны с проникновением христианской религии к славянам. Вот скажем, вот на этом известном киевском памятнике княгиня Ольга стоит на постаменте, а рядом с ней никто иной, как апостол Андрей, первым по легенде крестивший славян, и два знаменитых славянских просветителя, монахи Кирилл и Мефодий, которые разработали славянскую азбуку, тоже святые. В общем, в очень неплохой компании княгиня Ольга находится. Когда княгиня Ольга, возвратившись из Константинополя с крещением, постепенно отошла от дел, ее старший сын, точнее единственный сын, Святослав Игоревич, развернулся в полную свою мощь. Святослав Игоревич, очень любопытный правитель, ученые определяют его правление всего лишь в 10 лет, с 962 и до 972 года, но опять же подчеркну, что эти даты считаются датами относительно условными, и по поводу них ведется достаточно большая дискуссия. В летописях князь Святослав представляется, как такой князь-воин, человек без страха и упрека, воитель с пламенным мечом, как говорится в летописи, под шеломами рожден, с конца копья вскормлен. Всю жизнь он проводит не в княжьем тереме, а со своей дружиною в походах, удовольствуется очень простыми, прямо скажем, спартанскими условиями бытия, питается простым жареным мясом, спит на обычной земле, укрывшись попоною и проявляет фантастическое благородство по отношению к своим врагам, заявляя о том, перед каждым военным походом, что он сейчас нанесет им визит. В летописи говорят, что перед военными походами князь Святослав отправлял гонцов к тем, с кем собирался воевать, сообщая им «иду на вы». В общем, мне кажется, что наилучшей характеристикой для князя Святослава Игоревича будут строчки из одной из песен Владимира Высоцкого, который так характеризует персонажа. «Был он милитарист и вандал, всех соседей зазря оскорблял, слал им каждую субботу оскорбительную ноту шел на международный скандал. Князь Святослав на международные скандалы шел охотно». Конечно, главной его задачей было решение хазарской проблемы. Киевские варяги, получившие власть над племенем Поляны, соседними славянскими племенами, наступили на больную мозоль могучему хазарскому каганату, который сам с южнославянских племен собирался брать дань. Кроме того, хазары контролировали многие торговые пути, которые тоже были привлекательны для киевских князей. Поэтому еще со времен князя Олега между хазарами и киевлянами, киевскими князьями, идут серьезные военные конфликты, временами прираставшие в настоящие войны. Князь Святослав хазарскую проблему решит окончательно. Именно князь Святослав хазарский каганат разгромит. Ученые сегодня дискутируют о том, когда и как были проведены походы князя Святослава на хазар, но наиболее распространенная, общепринятая и вошедшая в учебники версия говорит о том, что таких походов было два. Первый поход киевский князь производит в 965 году, когда с дружиною напрямую через степи идет походом на хазарскую крепость Саркел. Крепость Саркел была построена для хазарского кагана, правителя византийскими мастерами. Это была каменная крепость на реке Дон, контролировавшая торговлю по этой южно-русской реке. И вот эта крепость Саркел пала под ударами войска Святослава в 965 году. И на месте хазарской крепости Саркел возникло русское поселение с названием Белая Вежа, то есть Белая граница. Стены Саркела были из белого камня. Это был первый удар по хазарии, но не последний. Второй и окончательный удар князь Святослав наносит в 966-967 году, когда совершает поход не только против хазарского каганата. Видимо, несмотря на то, что по легенде он был очень честным и предупреждал о своем походе, в этот раз князь такого правила не придерживался. И его дружина отправляется не на юго-восток непосредственно в хазарские степи, а на северо-восток против племени Вятичей, которые тоже были данниками хазарского каганата. Пройдя через земли Вятичей и принудив Вятичей оплатить дань, князь Киевский стремительно наносит удар по городу Булгару, столице еще одного волжского государства, Волжской Булгарии. Дело в том, что когда кочевники-болгары двигались из глубин Азии в Европу, они разделились. Часть из них ушла дальше в Европу на границу с Византийской империей, на реку Дунай, и там, слившись с местным славянским населением, создала государство Дунайская Болгария. Другая часть ушла вверх по течению реки Волга, и там на слиянии Волги и Камы основало собственное государство, которое получило название тоже Булгария или Булгария, но уже Волжская. Некоторые из современных татар, проживающих в том районе, считают, что именно Волжская Булгария была прародителем, так сказать, цивилизационным предком современного татарского народа. Так или иначе, Волжская Булгария была очень развитым, богатым торговым государством, лежавшим на великом Волжском торговом пути. Там было чем поживиться киевскому князю, и поход на город Булгар заканчивается успешно. Булгар взят, разграблен, но князь Святослав не останавливается. Разграбив Булгар, Святослав с дружиной идет вниз по Волге и стремительно атакует Хазар в самое сердце. Там, в низовьях Волги, неподалеку от нынешней Астрахани, располагалась хазарская столица, город Итиль, ставка хазарского Кагана, и вот этот самый-то Итиль был разграблен, разбит, разгромлен. Хазарские войска рассеяны, и хазарский Каганат пал под ударом киевского князя. Далее он прошествовал вдоль Северного Кавказа, взял город Семендер. Именно тогда, видимо, власть русов была установлена в греческой Таматархе, которую мы знаем как русский город Тьму-Таракань, хотя некоторые историки приписывают это отцу, Святослава князю Игорю. Так или иначе, хазарский Каганат разгромлен. После разгрома хазарского Каганата, князь Святослав обращает внимание на южные границы, что он за киевский князь, если ни разу с Византией не воевал. Однако война с Византией, пришедшая в скором времени, была спровоцирована скорее самими византийцами. Как я уже сказал, на границах Византии возникает достаточно серьезное болгарское царство, где смешались кочевой тюркский народ булгар и славяне из южных славянских племен. Вот это болгарское царство, Дунайская Болгария, представляла для Византии серьезную угрозу, и византийцы пригласили князя Святослава, пообещав ему заплатить в Болгарию с тем, чтобы он силы болгар, прямо скажем, поуменьшил. Это было характерной тактикой византийцев, те или иные народы натравливать друг на друга с тем, чтобы решать свои внешнеполитические задачи. Теперь славян и русов князя Святослава решили использовать против болгар. Князь пошел с удовольствием, византийцы неплохо оплатили этот поход, и достаточно быстро болгарам нанес серьезное поражение. Болгарский царь был отстранен от власти, а князь Святослав оценил все преимущества расположения Болгарии. Вот там, на византийской границе, на реке Дунай, князь Святослав решил основать собственные владения. Византийцы рассчитывали, что он побьет болгар и уйдет с добычей обратно в Киев, а он не уходил. Более того, он там основал город Переяславвец или Переяславль на Дунае, который решил сделать своею столицею. На какое-то время от Болгарии Святославу пришлось отвлечься, потому что под Киев пришли новые кочевые враги. После падения Хазарского каганата в Причерноморские степи хлынули волны кочевников-печенегов. И вот эти самые печенеги теперь атаковали Киев, киевлянам пришлось слать за помощью к Святославу. Святослав возвращается, освобождает Киев от печенежской осады. Его престарелая мать Ольга просит его остаться в Киеве, но Святослав говорит, что он желает сидеть в Переяславце и там будет середина земли его, потому что на Дунае он может контролировать все торговые пути и из Европы, и путь из Варяг в Греки, и путь из Византии. Все это он будет контролировать, сидя на Дунае, и все товары будут стекаться к нему. Однако появление сильного русского князя на Дунае на месте болгарского государства в планы Византии не входило. У византийцев были свои планы на болгарское царство. Неудивительно, что когда Святослав вернулся в Болгарию, византийский император Иоанн Цемисхий начинает войну против князя Святослава. Князь Святослав пытается прорваться по Константинополю, по суше, но в сражении у города Аркадиополя его войска терпят поражение и вынуждены отступать. Отступают в город Доростол. Вот там, в городе Доростол, развернулись основные события русско-византийской войны. Даты этих войн с Дунайской Болгарией и Византией тоже достаточно условны. Ученые относят покорение Дунайской Болгарии к 968-969 году, а уже с 970-го до 971-го продолжается война с Византией. Там, в городе Доростол, Святослав оказывается в тяжелом положении. Город Доростол стоит на Дунае, с реки он блокирован византийским огненосным флотом с греческим огнем, а армия Иоанна Цимисхия блокирует город Суши. Славяне и русы Святослава отчаянно защищаются. Сейчас происходит несколько крупных стычек, можно даже сказать сражений, правда без решительного ухода. Однако славянам приходится все тяжелее и тяжелее, подъедены все запасы, даже кони, которые были, тоже оказались съедены. И в этих условиях, понимая, что просто так прорваться через византийскую армию будет архи сложно, князь Святослав идет на переговоры с императором Иоанном Цимисхием. Повесть временных лет говорит, что князь Святослав в этих переговорах максимально пытался сохранить собственное лицо. Зная, что император прибудет на переговоры, сидя на коне, и понимая, что сам он будет вынужден на эти переговоры идти пешком, потому что коней в русском войске не осталось, всех съели, князь Святослав делает хитрый ход. Чтобы сидеть во время переговоров с сидящим на коне императором, князь Святослав едет на переговоры в лодке и сидит на лодочной скамье на банке, когда Цимисхин сидит на коне. Оба сидят, поэтому вроде как разговаривают на равных. Этот сюжет наши художники переиначили еще больше, показывая, что Цимисхию пришлось спуститься с коня, а Святослав, важно, сидел на скамье в своей лодочке. Так или иначе, все вот эти телодвижения, были они и являются чистой легендой и выдумкой, не привели к позитивному результату. Мир с Византией был заключен, но на крайне невыгодных для Святослава условиях. Византийцы потребовали очистить все русские владения, захваченные в Дунайской Булгарии и вернуться обратно в Киев. Со своим значительно поредевшим войском князь Святослав возвращается в Киев, идет вверх по реке Днепр и вот здесь его войско останавливается у днепровских порогов, собираясь там перезимовать. Почему князь не дошел до Киева, ведутся разные дискуссии. Но в 972 году у днепровских порогов остатки войска Святослава были атакованы печенежскими ордами под командованием князя Кури, точнее хана печенежского Кури. И войско Святослава было перебито и сам Святослав в этой битве погиб, а хан Куря повелел отрубив голову Святослава оправить череп его в золото и драгоценные камни, сделал из этого черепа чашу и пил из нее на перах, похваляясь, что пьет из черепа величайшего воина того времени. Кто натравил печенегов на русских, на Святослава, вопрос крайне спорный, тоже выдвигают разные версии. По одной версии печенеги появились там с подачи византийцев. Византийский император, выпустив из Доростола князя Святослава, тем не менее желал избавиться от опасного противника и послал людей с деньгами к печенегам, чтобы печенеги решили византийскую проблему. Есть версия, что печенегов на Святослава навели болгары, недовольные русским князем, а есть версия, которую озвучил, скажем, наш известный историк и географ Лев Николаевич Гумилев, говоря о том, что печенеги атаковали войско Святослава не абы так, а по наводке, по просьбе киевских христиан. Дело в том, что христианство в это время в Киеве уже весьма распространилось, но князь Святослав был отъявленным язычником, дружина его была языческой, и старший сын князя Святослава Ярополк, приняв христианство, вместе со своей бабушкой Ольгой, тоже христианкой, видимо опасались, что языческий князь из неудачного похода вернется и устроит христианам погром. Поэтому организовали так, чтобы князь из похода не вернулся. Так или иначе вопрос этот достаточно дискуссионный, факт налицо. В 972 году князь Святослав погиб после своего краткого правления. В Киеве он просидел меньше, чем провел в боевых походах. Настоящий князь-воин Святослав апоэтизирован во многих славянских легендах, но видимо все-таки это был хороший воин, но так себе правитель. Уходя в поход против Византии, князь Святослав разделил свою землю между своими сыновьями. У Святослава было три сына, двое от законной жены, старшего звали Ярополк, младшего Олег, третий сын был от наложницы именем Малуша, ключницы, рабыни, звали его Владимир. Но несмотря на арабское происхождение, князь Владимир, будущий князь Владимир был признан своим отцом. И когда Святослав покидал Русь, он вручил старшему сыну Ярополку город Киев в качестве наместничества. Ярополк должен был от имени отца править Киевом. Олега отправили в вечно бунтующую древлянскую землю, а Владимира отослали подальше в Новгород. Вот с этого разделения земли между сыновьями Святослава Игоревича, наверное, можно считать отсчет постепенного распада единого древнерусского государства. По крайней мере, совершенно точно, что опираясь на свои владения, сыновья князя Святослава устроят между собой первую междоусобную войну на Руси. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok